4 по 14 апреля на территории Брестской области проходит декада по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта «Мотосезон без нарушений». В этот период сотрудники ГАИ проводят рейдовые мероприятия, цель которых – профилактика дорожно-транспортных происшествий. С 4 по 14 апреля на территории Брестской области проходит декада под девизом «В мотосезон без нарушений», которая направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Особое внимание сотрудников госавтоинспекции уделяется выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. С начала текущего года на территории Брестской области произошло 8 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что только по вине водителей мототранспорта произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. Также отметим, что с начала текущего года на территории Брестской области к ответственности привлечено более 600 водителей мототранспорта. В рамках акции сотрудники ГАИ проверяют документы байкеров и техосмотр железных коней, напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и раздают информационные листовки. Водители также смогли задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ от инспекторов. Я уже с детства езжу, в деревне раньше жил, ездил, а потом уже больше 20 лет на мотоцикле. Вы реально обновляете документы? Обязательно, всегда, постоянно. Это первым делом прежде всего. Это же наша жизнь, наша безопасность. Катаемся с супругой, третий сезон у нас. Давно к этому шли. Это был подарок на эти 35 лет, сам себе подарил. Поэтому, ну, как бы, как хотел, так катаемся. Всегда соблюдаете меры безопасности? В целом, да. Ну, я говорю, все не без реха. Есть моменты, когда, конечно, на такой машине хочется немножко притопить. Но, в целом, это город, здесь надо соблюдать, получается, правила дорожного движения. Потому что секунда может быть доказуемой. Надышаться можно только ветром. Поэтому удобно, быстро и экономично. Как считаете, нужно ли проводить такую фактическую работу? Нужно. Потому что люди разные. Некоторые понимают, а некоторые нет. Поэтому надо периодически проводить. Напомню, что за управлением мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения и отказ от освидетельствования предусмотрено лишение прав на все виды транспорта и серьезный штраф. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность и конфискацию транспортного средства, на котором было совершено нарушение вне зависимости от права собственности. Обращая внимание, за грубые нарушения правил дорожного движения, мототранспорт может быть доставлен на штрафстоянку. Отдельное внимание хочется обратить, что за грубые нарушения правил дорожного движения мототранспорт может быть доставлен на штрафстоянку. При этом водителю необходимо оплатить расходы за эвакуатор, а также за пребывание транспортного средства на штрафстоянке. Только с начала текущего года на территории Брестской области более 70 единиц мототранспорта доставлено на штрафстоянку.